МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. За прошедшие сутки в регионе выявлено 132 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 18 дети. Два многоквартирных дома в Наринмаре и поселке Искателей находятся в стадии завершения. В 2022 году долгожданные ключи получат порядка 150 семей. 12 февраля исполняется 53 года со дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. За прошедшие сутки в регионе выявлено 132 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 18 дети. В числе заболевших 112 жителей Наринмара и поселка Искателей. 6 жителей Шойны, 5 жителей Тельвиски, 5 жителей Нижней Пеши, 3 жителя Красного и 1 житель Харуты, сообщило Управление Роспотребнадзора по Неницкому округу. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Неницкого округа, сейчас на лечении в стационаре окружной больницы находится 50 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 851 заболевшие лечатся на дому. В регионе зарегистрировано 92 летальных исхода от коронавируса. Напомним, что в Неницком округе обязателен масочный режим. Введена система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Действует постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. На финишной прямой остались считанные месяцы до сдачи в эксплуатацию двух многоквартирных домов в поселке Искатели и городе Наринмаре. О том, на какой стадии находится строительство, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. 95-квартирный дом по улице Монтажников находится в 90-процентной готовности. Здесь 42 однокомнатные, 48 двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартир, в которых уже подключены все коммуникации. Это быстрее, чем монолитный возводится, и дома получаются теплее. И шумоизоляция лучше в том числе. Потому что панель, еще раз повторюсь, она трехслойная. Один из слоев – это 200 миллиметров утеплителя идет. Поэтому жители, которые периодически, я считал также в соцсетях, они переживали за то, что эти дома неутепленные. На самом деле это абсолютно не так. На данный момент ведется укладка линолеума и плинтусов. На объекте работают 60 человек. Я зашла сюда с большой бригадой. У меня на данный момент 30% работают местного населения. И все остальное работают наши иностранные граждане. Работы ведутся, значит, мы начинаем работать с 7 утра и часов до 6, кто работает, кто работает до 10. Ну, кто как. Значит, работы ведутся, а веду малярные работы тут полностью. Вот, отделка уже подходит. Думаю, что в феврале она подойдет уже к концу. Что в феврале я перед судподрядчиком уже полностью все ему сдам. Напомню, в феврале 2021 года руководство организации ЗСК «Заполярье» сменилось. Новые сотрудники, изучив проекты многоквартирных домов, нашли некоторые недостатки, которые необходимо было исправить в кратчайшие сроки. В процессе строительства сталкивались с определенными трудностями, шли на некое удорожание проекта, переносили септики, которые были во дворе изначально запланированы. Вот мы их перенесли за придомовую территорию для того, чтобы будущие жители, дети, которые будут здесь жить, играли, гуляли по благоустроенной территории, нормальной, а не вокруг септиков. Недостатки вспылили не только у одного дома. Была вынужденная история, когда переделывали этот дом, был не совсем качественный материал, его разбирали. Почему и произошла задержка по строительству, но это было еще, скажем так, до нашего приезда. Конструктив был уже собран, уже из нормальных материалов, качественных, проверенных. На данный момент, значит, так называемая свечка на авиаторов, 63 квартирований, 35 однокомнатных, 38 двухкомнатных. Состояние тоже готовности высокое, тоже где-то, наверное, процентов 80. На объекте работает 46 человек. Полностью внутреннюю отделку дома, штукатурка, шпаклевка, полностью вся чистовая, соответственно, с дверьми, обоями, потолками, покрасками, ну, под ключ. Все все понимают, тем более ваш регион, как бы, это даже не от заказчика, наверное, больше зависит от поставщиков. Так как здесь проблематично с поставкой материалов, летом более удобно, потому что ходит боржа. А сейчас такое время, ну, бывают задержки, но ничего, справляемся, нормально все. Для того, чтобы избежать задержек в строительстве, есть решение – перейти на собственное производство изделий. Этот дом по другому проекту, этот дом сборно-монолитный, то есть, получается, ригеля колонны – это то, что мы отливали, и газосиликат – это заполнение уже внешних стен, ну, и, соответственно, утеплители, вентиляционный фасад. Вот, ну, мы, соответственно, это вот два проекта у нас таких дома. Они неплохие, но они более долгие по возведению, потому что мы все-таки здесь зависим от материалов, которые необходимо завозить. Поэтому мы хотим уйти от этих проектов полностью на свой материал, который мы изготавливаем на наши изделия, как вы видели на искателях. К слову, 70% изделий, которые отлиты на заводе ЗСК «Заполярье», уже готовы для многоквартирного дома на авиаторов. Еще одного – долгостроя. Сейчас полностью завод настроен на то, чтобы изготовить в кратчайшие сроки изделия для 152-х квартирного дома. На данный момент готовность достаточно высокая. К концу марта мы планируем завершить полностью изготовление всех изделий и начать его, наконец-то, уже монтаж. На 2022 год планируется закрыть контур, остеклить здания, а также подать отопление, чтобы в зимний период работы не прекращались. Завершить строительство и сдать 152-х квартирный дом планируют в 2023 году. Далее будет проведена процедура регистрации. Сейчас она немножко затянется с учетом того, что если раньше мы квартиры, когда подрядчик сдавал дом, мы сразу регистрировали государственную собственность, то теперь подрядчик должен зарегистрировать их вначале в свою собственность, потом их передать, потом регистрироваться в собственность округа, дальше мы передаем муниципалитет, и муниципалитет регистрирует муниципальный суд. То есть, по факту, у нас три регистрации происходят, поэтому от момента ввода дома до момента, так сказать, предоставления ключей от квартиры, конечно же, пройдет еще дополнительное время. В этом году уже введено в эксплуатацию два многоквартирных дома по улице Рыбников и Россихина. Всего в 2022 году планируется передать под расселение из ветхого и аварийного жилья пять многоквартирных домов. С жалобой на качество твердого топлива к администрации Заполярного района обратились жители деревни Андик и поселка Нельминос. Мелкие камни угля и пыль плохо горят и не дают тепла. После поездки представителей власти Заполярного района в населенные пункты, осмотра запасов топлива и общения с жителями, данный факт подтвердился. Ситуацию обсудили на еженедельном оперативном совещании губернатора Ненецкого округа. Когда мы делаем северный завоз, главы поселений, а может быть даже и общественники должны участвовать в приемке этого топлива. И уже на этапе приемки определять качество, чтобы не потом говорили, когда зима уже заканчивается, что пыли много, а именно тогда, когда принимают это топливо. Поэтому вот в этом году я не просто прошу, а требую, чтобы главы непосредственно принимали участие в приемке. Жалоб из других сел округа на качество угля не поступало. Поясним, количество пыли становится больше при перевозке угля и перевалке с места на место, когда происходит его измельчение. При подготовке к закупкам энергоресурсов для очередного опережающего завоза топлива в село администрация Заполярного района при объявлении торгов поставила перед муниципальным предприятием «Севержилкомсервис» задачу рассмотреть возможность внесения в техническое задание дополнительного показания механическая прочность. В Ненецком округе усилен контроль над соблюдением эпидемиологических требований, в частности дезинфекции всего общественного транспорта, выполняющего перевозки пассажиров, как по Наринмару, так и между населенными пунктами округа. Пассажирские перевозки искателей поселка Красное выполняет индивидуальный предприниматель. Рейсы производятся ежедневно, утром и вечером. После каждого из них автотранспорт проходит тщательную дезинфекцию. Машина находится в теплом боксе Наринмарского автотранспортного предприятия, у нас заключен договор на хранение, и также заключили договор на дезинфекцию транспортного средства. То есть два раза в день происходит дезинфекция по договору. После каждого рейса проходит дезинфекция салона, то есть все места, где соприкасались пассажиры, то есть это стекла, сидения, поручни и так далее, то есть там где-то стенки протираем. Напомню, комплексная обработка общественного транспорта дезинфицирующими средствами производится согласно постановлению губернатора Ненинского округа Юрия Бездудного о режиме повышенной готовности. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы напоминает о порядке получения налоговых льгот. 86 организаций Ненинского округа могут получить льготы на транспортный налог и 25 учреждений на земельный. Для своевременного получения льгот необходимо представить в налоговые органы заявления до 1 мая физическим лицам и до 1 апреля юридическим. В соответствии с законом о транспортном налоге в Ненинском округе льготами по транспортному налогу могут пользоваться органы государственной и муниципальной власти Ненинского автономного округа, автономные бюджетные и казенные учреждения, созданные органами власти Ненинского автономного округа и муниципальными образованиями, и общественные организации инвалидов, а также общественные организации пожарной охраны. По земельному налогу льготы вводятся нормативно-правовыми актами органов муниципальных образований. На сегодняшний день некоторые категории физических лиц могут получить льготу на имущественный налог в беззаявительном порядке. Физическим лицам, пенсионерам, инвалидам первой-второй группы, инвалидам с детства, ну таким категориям, как многодетные семьи, то есть семьи, в которых трое и более детей, с заявлениями в налоговый орган обращаться не нужно. Мы эти льготы предоставляем на основании имеющейся информации. Но вот те граждане, у которых льгота в 2021 году возникла впервые, но это в основном распространяется на военнослужащих, в данном случае граждане обращаются с заявлением в налоговый орган. Предоставить заявление на льготы можно через личный кабинет налогоплательщика и физического лица, через МФЦ или по записи на личный прием в налоговые органы. Безопасность под контролем. 53 года со дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии исполняется в феврале. В преддверии профессионального праздника в ведомстве рассказали о работе офицеров, знакомых каждому охраннику и владельцу оружия. Елизавета Кабанова продолжит тему. Дмитрий Попов родился в городе Онего Архангельской области. Приехал в Наринмар сразу после армии, более 10 лет назад. Дмитрий признается, поначалу очень тянуло на родину, но теперь всегда после отпуска хочется обратно в Наринмар. Красивой природе, охоте и рыбалке. Свою карьеру я начал в далеком 2010 году инспектором Центра института работы. Запомнилась командировка, которая длилась 24 дня. Ездила на снегоходе от Наринмара до деревни Чижи. Останавливались по пути у всех населенных пунктов, ущельяя прием граждан. Еще одно воспоминание рабочих будней Дмитрия – рейд во время весенней охоты. За несколько дней было изъято 7 единиц огнестрельного оружия. А чтобы предотвратить изъятие, необходимо специальное разрешение. И если раньше заявление присылали письмами, а порой и с ошибками, то в настоящее время это можно сделать через госуслуги. Все просто и доступно. Легко можно оплатить, признается инспектор. Сейчас в настоящее время граждан уведомляем за 2-3 месяца о необходимости их продлить. По телефону, если не дозвонились, уже письмом отправляем, что необходимо обратиться к нам с продлением разрешения. На меньших лиц, нарушивших сроки продления, соответственно, на меньших административных правонарушений. На руках у жителей округа более 7 тысяч ружей, винтовок и карабинов. Охотничьим оружием владеет практически каждый десятый. Тепло, свет и бытовой газ, горючее для транспорта, оружие для охоты и защиты от хищников. На Крайнем Севере все эти вещи играют особую роль в жизни людей. Контроль за безопасностью обращения с таким арсеналом осуществляют сотрудники регионального центра лицензионно-разрешительной работы. Только за январь военнослужащие и сотрудники Росгвардии вместе с участковыми и уполномоченными полицией проверили почти полтысячи владельцев ружей. В четверо больше, чем в прошлом году. Проверки показали, что большинство граждан добросовестно выполняет требования закона. Количество нарушителей сократилось вдвое. В региональном центре лицензионно-разрешительной работы отмечают рост правовой грамотности населения. Среди охотников на Ринмаре и округа немало ветеранов с безупречным стажем в десятки лет. Сотрудники Росгвардии помогают людям высокого возраста осваивать современные технологии и получать государственные услуги через интернет. Елизавета Кабанова, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Лыжня России-2022 в Неницком округе принесена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 40-я всероссийская массовая лыжная гонка пройдёт 13 марта. Принять участие в лыжной гонке смогут все желающие. Малыши до 7 лет пробегут дистанцию протяжённостью 500 метров. Ребят возрастом 7-10 лет ждёт 1 километр. Самая длинная трасса подготовлена для мужчин и женщин 2003 года рождения и старше. Они пробегут 10 километров. Также участники смогут выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в своей возрастной категории. Реальное воспоминание – тяжёлая страница в истории страны. Боль и горечь утрат. Жители города смогут увидеть это в театрализованном концерте «Время выбрало нас». Концерт посвящён Дню вывода советских войск из Афганистана и пройдёт 15 февраля во Дворце культуры Арктика. Сценарий построен на воспоминаниях людей, принимавших участие в военном конфликте в Афганистане. Воспоминания основаны на документальных фактах. В качестве главного героя постановки выступает собирательный образ солдата, который прошёл войну. Как простые ребята уходили на фронт, как мечтали вернуться домой, как теряли друзей – всё это он расскажет зрителям. В ходе концерта прозвучат номера от участников художественной самодеятельности Дворца культуры Арктика и ветерана Нагорно-Карабахского конфликта Андрея Явтысова. Пригласительные билеты на памятный вечер можно получить в кассах или оформить на официальном сайте Дворца культуры. Напомним, что 15 февраля у памятника участникам локальных войн и вооружённых конфликтов состоится торжественное возложение цветов. Объявлен конкурс фотографий «Мой город на севере». Он приурочен ко дню города Наринмара, который отмечают 10 марта. К участию приглашают молодёжь от 14 до 35 лет – жители Наринмара. Конкурс организован молодёжной палатой при городском совете Наринмара. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить заявку на участие, фотоработы в электронном виде в формате JPEG, пригодные для печати в формате А4, а также в распечатанном виде в формате А4. Принимаются фотографии в трёх номинациях. Заявку и конкурсные работы можно направить по электронной почте, адрес которой вы видите на своих экранах, или принести по адресу улица Ленина, дом 12, кабинет номер 1. Работы будут принимать до 4 марта 2022 года. Победителей и призёров определят 10 марта. Интересующие вопросы можно уточнить в городском совете по телефону, который вы видите на своём экране. А также у представителя молодёжной палаты при городском совете Юлии Толеевой. По мобильному телефону плюс семь девятьсот одиннадцать шестьсот восемьдесят девяносто один восемьдесят два. Победители объявят и наградят дипломами и призами в торжественной обстановке 11 марта в 16.00 в зале горсовета. Все участники будут также отмечены сертификатами и сувенирами. Дискотека на льду и квартирник для молодых семей. В преддверии Дня Святого Валентина пройдёт ряд мероприятий для всех влюблённых. Уже в эту субботу, 12 февраля, для всех желающих пройдёт развлекательная программа с дискотекой на ледовой арене спортивной школы Олимпийского резерва «Труд». Мы проводим такое массовое мероприятие для молодёжи в немножко необычном формате. Проводим массовое катание на коньках в формате дискотеки. Мы планируем розыгрыш призов для участников. Будет приятная лотерея и, конечно же, послатное катание для всех желающих. Время проведения мероприятия с 17 до 18.00. Действует возрастное ограничение 14+. Помимо массового катания, 13 февраля в 18.00 в Доме творческой молодёжи состоится квартирник для молодых семей. Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать на официальной странице регионального центра молодёжной политики в социальной сети ВКонтакте. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...